О новой школе в Боровихе заговорили еще несколько лет назад. Документы на ее строительство продвигались крайне сложно. Новое здание должны были построить еще в 2017 году. Подвел застройщик, который ссылался на долгое согласование проекта и бюрократические проволочки. Здесь такое большое село, ребятишек столько. Нету школы. Ребятишки в 100-летней школе. Страшно заходить уже. Обещали ее уже лет 40, это точно. С 80-х годов. В проблему вмешался депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Ранее он уже выделял средства на ремонт старой школы, пока не был решен вопрос со строительством новой. Приходилось встречаться с министрами, выбивать финансирование. Уже в 2019 году объект включили в краевую адресную инвестиционную программу. Пока проект проходил госэкспертизу, стройматериалы подорожали, но аукцион все же состоялся. Его выиграла компания Векстрой. Сегодня уже идут работы нулевого цикла. Заложен фундамент. Готова газовая котельная, которая будет отапливать будущую школу и детский сад. Стоимость контракта почти 645 миллионов рублей. И пока подрядчик двигается в рамках контрактной стоимости. На сегодняшний день работы, которые выполняются на объекте, они связаны только с материалами местных производителей. И, соответственно, это сборный железобетон, бетон, растворы, инертные материалы, какие-то кирпич. То есть это все наши алтайские производители города Барнаула, нам города Новоалтайска. Заключены все договора, контракты, проплаты выполнены, поставки материалов бесперебойные. Строительство школы и теплые стоянки для автобусов – лишь первый этап работы. В дальнейшем на месте старого здания появится спортивный комплекс. Это большой спортивный стадион, детские площадки, площадки для отдыха, площадки для занятий спортом, скейтболом, волейболом. Также беговые дорожки, то есть полный комплекс. К строительству подрядчик приступил в июле прошлого года. Работы идут по графику. Правда, из-за крепких морозов пришлось пропустить несколько дней стройки – в декабре и в январе. Сейчас строители набирают темп, чтобы сдать школу в сроки. Успеть надо до апреля следующего года. Конечно, мы надеемся, что все эти работы и возведения этого проекта будут выполнены в определенные сроки, установленные сроки и в хорошем качестве. И, конечно, хотим проконтролировать этот момент. Поэтому решили сегодня, что созданный еще в 2019 году, в июле 2019 года, общественный совет, созданный из всех заинтересованных, кто хотел бы, чтобы эта школа здесь построилась, будет контролировать и сроки, и качество работ. По сути, это будет постоянный мониторинг этой стройки. На встрече с общественниками Александр Прокопьев напомнил родителям и учителям о том, что они могут контролировать ход работ и, если что, сразу сообщать о проблемах. Хожу мимо и всегда посмотрю, что там прогресс в стройке. Вот уже построили, крышу поставили для гаража. Радуемся, что школа строится. Может, наши дети сегодня и поучатся заточены. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.